Отлично. Ой, развалился, упал, разбился. Ничего страшного. Подобные игры, как сегодняшние, я не часто играю. Последний раз, по-моему, это был Neon White. Такая киберспортивная, ультразадротская игрулька с большим требованием для реакции. Собственно, это у нас что-то в этом роде, только Тони Хоук, друзья. Hover Steppers, Zone 1. Zone 1 это, если что, пролог основной игры, в которую может поиграть каждый. Ссылочка будет в описании, любой может перейти по ссылке в Steam и скачать эту игрульку. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Для начала у нас есть две локации, я думаю, мы посмотрим на обе. Есть вот какой-то стрёмный парень и какая-то стрёмная девчонка. Давай пока за девчонку начнём. Собственно, немножко покатался. Управление здесь столько на клавиатуре, то есть самоуправление выполняется стрелками. И различные трюки у нас выполняются при помощи вза-те-ку такого плана. Так, есть разные задания на площадке. Что вот это за задание? Я уже тут понапроходил что-то. Хотя бы, чтобы осмотреться, ознакомиться с самой игрой. Это у нас собери как можно больше предмета. Во! Достаточно простое задание для начала, во всяком случае. По сути, познакомиться с площадкой. Я считаю, что это прекрасно. То есть мы можем покататься и поглядеть, где у нас что есть, чтобы знать, где какие трюки можно понавыполнять. Собственно, трюки выполнять не обязательно. Наша основная задача... На пробел тут можно ускоряться. Наша основная задача именно пособирать эти шарики. Что сделать крайне непросто. Но мы будем пытаться. Сколько сможем, столько соберём. Соберём, конечно же, мы немного. Но опять-таки, сколько соберём, столько соберём. Так, вот этот можем собрать на пробеле. Отлично. Ой, развалился, упал, разбился. Ничего страшного. Здоровица у нас всё в порядке. Я ещё вот это успею забрать. Хорошо. Сколько в итоге собрано? Десять. Пойдёт. Как раз на ранг Б. То есть, средненький такой результат. Можно было бы больше? Можно. Причём, вот это задание вполне можно. Но, как видите, такие задротские моменты. Тут каждая кочка, по сути, вот. Это возможность для триггера. Плюс за предмет можно здесь собирать. Ать! Ать! Если мы когда-нибудь до него... Очень тяжёлое управление, если что, ребята. Чтобы вы понимали. Катастрофически тяжёлое. Всё, вот я сокрушил. Здесь у нас какая задача? Здесь нам нужно набрать какое-то количество очков. Правильно я понимаю? Наберите как можно больше очков за 30 секунд. Совершенно верно. Полторы тысячи нам надо хотя бы собрать. Добро. Смотрите, сейчас покажу ещё одну фишку. Здесь есть сложные трюки, которые мы можем выполнять. Прям ультра-сложные трюки. В них как раз и состоит суть, по сути. Выполняя сложные трюки, мы забираем как можно большее число очков. Опа! Можно прокрутиться через вот такую штуку. Вполне. Полторы тысячи мы уже заработали. Великолепно. Даже две сто заработали. Ну и хорошо, на ранг С справились. И то хорошо. Чтобы выполнить на С, на четыре тысячи, понятное дело, что тут нужно быть каким-то мега-гиперзадротом. И вот подобных заданий тут достаточно много. Вот это прям ультра-сложное задание, как мне кажется. Нужно девять тысяч очков. Да, за девяносто секунд, но девять тысяч. Боже. Мы забрали две тысячи за 30 секунд. Соответственно, здесь, как вы понимаете, нужно собрать гораздо больше. Так, с лалом есть. С лалом тоже является выполнением такого... Некой функции, которая нам нужна. Надо сохранять комбо, стараться. Для этого мы как раз таки... Используем вот этот кикфлип, или как он там называется. Вот, хорошо. Вращаемся, конечно же, по-разному. Две восемьсот, так две восемьсот. Вперед еще успею разогнаться. И полетели здесь. Я хотел закрепиться, не получилось. Здесь зато закреплюсь. Здесь пока прыгну. Успею здесь повернуться. Здесь повернуться. Здесь тоже развернусь. Еще кикфлип, но... Слушайте. Есть все шансы, да? С лалом. С лалом. Девять тысяч набрал, слушайте. Хорош. Действительно хорош. Удивительно. Десять тысяч. Вот это киберкотлета, смотрите. На десять тысяч смог сделать. Конечно, это всего лишь Б ранг на С. А надо посмотреть, сколько там на С. Но хорош, хорош. Безусловно, я могу пройти все. Поскольку профессионал не анвайт. Ребят, как вы помните, я закрыл прям полностью. За исключением вот этих вот гонок, когда нужно все проходить. Двенадцать тысяч нужно. И это реально. Видите, это реально. Причем даже с моей низкой, крайне низкой, ультра низкой реакцией. С реакцией у меня, правда, все очень-очень плохо. Тут самое главное держать комбо. Тогда идет большая икса. Так, тут у нас что? Самое большое комбо как раз-таки нужно на полторы тысячи. Ну, давайте попробуем. Поехали. Так, здесь подпрыгнем. Подпрыгнем. Раз, два, три. Закрепимся. Подпрыгнем. Повернемся. Тоже повернемся. Полторы тысячи уже есть. Слушайте, ну огонь, если честно. Как-то. Я неплох. Сколько у нас получилось? Две семьсот. И это опять-таки на Б ранг. Да, то есть такой середнячок получается. Не Тони Хоук, конечно. Тони Хоук это 3С+++. Но почти, почти. Я близок был к этому. Так, что у нас здесь есть? Что вот это такое? Что это за миссия? Получить самое большое комбо за 45 секунд. И вот тут, кстати, жестко. Потому что, смотрите, за 45 секунд нам тут намекают, что с лалом. Но мне кажется, я больше получу, если туда поеду. А черт его знает. Давайте тоже попробуем. Тоже такой вот интересный момент. Ешка. Повернулся. Тоже Ешку. Хорошо. Полетел. Взлетел. Не смог. Так, прям сразу напрыгнул, кстати. То приятно. Ну вот здесь вот не смог. Но 2000 у нас уже есть. Это приятно. Вот здесь, что хорошо, можно прям комбу такую заделывать. Хорошее место. Очень удачное. Самое главное, кикфлип можно делать, по сути, в любой момент. И это важно. Сколько мы получили? 4, 170. Это опять Б? Да, представьте себе. Прям на изичах на Б-шку проходим. Вот такая вот у нас получается первая карта. Из того, что мы здесь не посмотрели. Ну, может, какое-то испытание не посмотрели. Вот то испытание, по-моему, мы не посмотрели, да? Что это за испытание вообще? Что это такое? Что ты такое? Я его смотрел уже. А, пройти контрольные точки. Ну, погнали, наши городские. Давайте. Контрольные точки, это, по сути, тоже просмотр площадки. Это прекрасно. А как здесь пройти быстро? Если честно, я даже ума не приложу. Потому что, ну, что-то как-то... Надо постоянно выполнять трюки для того, чтобы у нас было ускорение. Насколько я понимаю, именно так. Правда, за кикфлип не дается очков. К слову. Здесь нужно как можно быстрее именно преодолеть эту дистанцию. То проблематично сделать. Ускоряемся. Ускоряемся. Может быть, за комбо будут давать? Нет, даже за комбо не дают. Но мы за сколько-то проехали? За 55-54. И опять-таки бэшка. То есть, до этого, когда я пробежался здесь, я получил даже меньше результат. Ну, вот видите, во второй раз уже получилось проще пройти. Прошел бы за 54, что вполне реально, да? Получил бы А. А, вполне, да. То есть, даже на С, если подзапотеть, то, ну, чисто такой, киберспортивно вами. Давайте посмотрим другую карту. Она гораздо сложнее. Она... Вот вторая карта, это что-то невообразимое в сравнении с первой. А больше здесь пока недоступны... Достижения доступны только в полной игре. Давайте и вот этого уродца возьмем. Поверстепперс. Вот такая вот карта. Люто сложная. Прям безумно сложная. Сложность заключается в том, что это гигантская карта. И здесь, кстати, есть выключатели. Различные выключатели нам нужно активировать для того, чтобы у нас активировались различные плюшки-приколюшки, которые будут поднимать нас тут в воздух. Это очень важная механика. Так, давайте пока что взлетим, повернемся, перевернемся, взлетим. Ой! Я что-то уже нажал. Что я нажал? Я не знаю. Нужно какой-то комбо делать. Окей. Комбо так комбо. Пока я не понял просто, что я взял, если честно. Вообще не понимаю, что я взял. Ну ладно. Предположим, что нужно просто набрать как можно больше комбо. Поэтому будем к этому стремиться, что делать. Я не знаю, сколько нужно. Так, здесь перевернулись. Опять перевернулись. Опять вот так. Сколько нужно, реально непонятно. Здесь можно комбить, комбить. Пылает у нас получена пока что плюшка. Здесь надо было повращаться. Но я как раз повращался. Успел. Благо успел. В воздухе нельзя делать кикфлип. Что примечательно. То есть, нужно обязательно делать вот повороты различные. Это, конечно, круто. И вот в этом как раз задротство. И получается. Нужно запоминать. Запоминать и следить, где что можно делать. Здесь вот, по идее, мы сможем развернуться тогда уж. Тут даже два раза развернуться. Слушайте, ну 7000 это много или мало? На С хотя бы есть? На А! Слушайте. Я сказал, что это сложная карта. Это легчайшая карта просто в игре. Легче этой карты нету ничего. Ну или просто я супер профессионал. Я не знаю даже. По-моему, и то, и другое правда. Так, давайте еще зайдем куда-нибудь. У нас есть вот такая вот зона. В целом, вся игра именно на этом и построена. То есть, основная часть игры, главная часть игры, это вот делать все вот это только ради достижений. Как в Empire Survivors мы играем, да? Ради ачивок именно. То есть, вся суть игры это ачивки. Здесь тоже самое, ребят. Именно в ачивках-то как раз и Солюшка. Так, ну поехали. Нам нужно комбо на 1500 хотя бы сделать. Попробуем створить, что делать. Попробуем. Вот тут вот нехорошо, да, получилось. Так. Вот здесь можно. Оп. Оп ты ж. И все. И я. И я все, да. И на этом мои полномочия все окончены. Самое неприятное, что здесь нельзя заново переключиться как-то. Давайте попробуем на стеночку заехать. Здесь явно вращение нужно делать, понятное дело. Что нужно делать-то? А, нужно пройти 4 грайндера. Понял. Одну особую, кстати, нужно было сделать. И 5 прокруток. Прокруток это вокруг столба. За это мы получили какие-то бонусы. Я тебя понял. Ну вот первая наша проваленная штука, ребят. На F. Ну что поделать? А кому сейчас легко? У нас все равно недовольный парень. И мы, кстати, его даже с мордой лица не можем посмотреть. Мы всегда смотрим на него со спины. Вот какая-то такая игру ленции, ребят. Пишите, как вам. На этом мы обзорчик закончим. В принципе, результат какой-то мы достигли, да. Даже на A что-то достигли. Здесь и есть множество и других испытаний. Но на пока что вот как-то так. Ну и конечно же, необходимо поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Ведь без их поддержки ни этого ролика, ни других, что выходит сейчас на канале, не было бы. А тех, кого еще нет в списке, приглашаю присоединиться по ссылке в описании. Вступайте в семью. Ведь семья – это главное.